Потому что я считаю, что в путинской армии вообще она полностью коррумпирована. И там ни один человек выше майора не может никуда пойти, если он не коррупционер. Удивительно только другое. Удивительно, что Путин решился всех их пересажать. Потому что, во-первых, у него идет война. У него идет война, он устраивает чистки. Даже Сталин понимал, что во время войны чистки устраивать нельзя. Во время войны он выпускал всех генералов, всех, кого посадили, кого недорасстреляли до войны. Он их выпускал, возвращал обратно погоны. А потом уже Сталин понимал, что можно генералов стрелять до войны, сколько хочешь. И после войны можно стрелять. Даже нужно стрелять после войны, потому что иначе они все будут думать, что они такие все крутые. Вернулись только с Великой Отечественной войны. Посмотрели Европу, награбили себе барахла и так далее. Но Сталин понимал, что нельзя никого стрелять во время войны. Во время войны, если ты начинаешь стрелять военных, у них же вооружение, у них же боевые части. Я удивляюсь только, как эти генералы до тех пор не проехают, что им нужно устраивать срочно мятеж большой против Путина. И вот тут мы сейчас посмотрим Волчанск, а в уголочке у нас появится Иван Попов, знаменитый командующий 58-й армии, которого прошлым летом. Вот это сейчас вид скобт этот Волчанск, за который идут там страшные побоища. Уважает это видео просто, за что воюют, за что людей кладут, зачем. Вы посмотрите, маленький скромный городочек, что от него осталось, зачем эти руины брать. Я просто боюсь говорить, что, честно сказать, и Украине уже эти руины не нужны. Но тут, наверное, я влезу в внутреннюю политику. Ты что скажешь? Надо освобождать землю. Да блин, людей жалко. Вы понимаете? Вот в чем дело. И я специально показываю в уголочке Ивана Попова, командующего 58-й армией, который считается как бы боевым, успешным, крутым. И вот три дня назад была суперновость, что он арестован, и ему шьют, внимание, кражу металла на 100 миллионов рублей. Причем там подробности совершенно невероятные, что в Запорожской области военно-гражданская администрация закупила этот металл как гуманитарную помощь. Что такое гуманитарная помощь? Ну это значит какого-то коммерса нахлобучили, заставили купить металл для оборонительных сооружений. И какой-то тоже, сказано в подробностях этого уголовного дела, тоже предприниматель продал этот металл, не завозя на территорию Запорожской области. То есть где-то, у меня есть подозрение, что металла вообще могло и не быть, но самое главное, точно генерал Попов, который на фронте, в глаза не видал никакого металла. И вот это вот очень, так сказать, поразительная вещь. Я, Сергей, думаю, что вы сейчас вспомните Пригожину. Да, я, конечно, вспомню Пригожина. Я вспомню генерала Попова в прошлом году, потому что он же после Пригожина, он начал говорить примерно то же самое, что говорил Пригожин. И больше того, у него, как выяснилось, были очень большие союзники, то есть два его предшественника, два командующих этой же самой 58-й армии, значит, один из которых Гурулев, второй тоже там в Госдуме где-то там сидит. Они даже опубликовали тогда его видос. И суть его претензии была абсолютно такая же, как и у Пригожина, только с меньшим матом и чуть-чуть более политкорректная. То есть он грубо говоря, он говорил, чего вы делаете с моей армией, вы там посылаете все, заставляете меня их посылать на мясные штурмы, а я это как боевой генерал не могу, потому что я люблю, я отец солдатам, то есть он из себя такого настоящего бравого генерала изображал, который заботится о своих подчиненных, и он их не готов... Простите, перебиваю, давайте его послушаем. У нас есть прямо видео с расшифровкой этого звука, прямо вот это пункт 4, я для режиссеров говорю. Я с самого начала был с вами честен, я с вами был откровенен, я сократил все дистанции со всеми гладиаторами армии, от солдата и до маршала. Поэтому, честно вам говорю, вознила ситуация сложная со старшим начальством, когда надо было либо смолчать и смолонодушничать, и сказать то, что они хотели услышать, либо назвать вещи своими именами. Я во имя вас, во имя погибших наших всех друзей боевых не имел права врать, поэтому обозначил все проблемные вопросы, существующие на сегодняшний день в армии. В связи с этим, видимо, старшие начальники почувствовали у меня опасность какую-то, и стремительно за один день световой состепили приказ министра обороны, вывели имя распоряжение и от меня избавились. Вот как говорил генерал Попов год назад, и вот эта интонация, это приличный мужик что ли? Да, вы знаете, у меня тогда создалось впечатление, что он действительно приличный мужик. Ну, мы заранее оговоримся, что идет война Российской Федерации в Украине, то есть, на самом деле, в любом случае, это агрессивная война, и приличные мужики, которые заходят в соседние государства с агрессивной войной, они условно приличные. Но внутри путинской вертикали, ну, то есть, создавалось впечатление, что он не прожженный коррупционер, что он просто воюет, так сказать, он исполняет свой воинский долг. Понятно, что ему приказали зайти, значит, в соседние государства, он ведет, на самом деле, несправедливую войну, но в рамках своих военных обязанностей он исполнял ее так, как он считал правильным, вот как учили в академии, как учили заботиться о солдате, как учили заботиться там о своей армии. Вот, и с этой точки зрения он считал, что он все правильно делает, и вот его, строго говоря, вы знаете, когда я его слышал, то я вот прям слышал там генерал Лебеди какого-нибудь, вот такого уровня фигур, потому что они же то же самое, ведь генерал Лебедь примерно такого же плана, у него хотя бы и были там, он же стоял во главе армии, которая была в Приднестровье, но вот потом, когда он ушел, он, в общем, был таким человеком, который правду матку, он военный, он, так сказать, ему себе предъявлять ничего не надо, он ничего не воровал, вот это не Суровикин, у которого на жену записано 25 миллиардов украденных денег из армии, это не Шойгу, который там, значит, тоже со своей дочкой и со всеми своими прихлебателями обворовал всю армию. Нет, это действительно вояки такие вот, нормальные вояки, вот, и получалось так, что на самом деле, что эти вояки не поняли самого главного, что Путин не интересует никакая армия, его не интересуют никакие военные, его не интересуют никакие приличные люди, которые заботятся о своих военных, его интересует война, которая перемалывает все, ему абсолютно пофигу все эти военные, Путин же убивает прежде всего, кстати, свое население, он убивает своих собственных русских украинскими руками, вот, и Попов подпал под полную раздачу, ну, сначала его, значит, вот, как он говорил правильно, значит, его за один день сняли просто с командующих 58-й армии, его, по нашим тем данным, на прошлый год его перевели куда-то там, в Сирию, чем-то там командовать, но, судя по всему, это было такое просто, такая мягкая ссылка, его не посадили тогда, могли, кстати, посадить прямо в июле прошлого года, все это по горячим следам, но тогда, судя по всему, военные просто боялись, боялись, потому что Пригожинский путь был еще свеж, это произошло буквально через месяц после Пригожинского пуча, а дальше Пригожин, значит, накрылся медным тазом 23 августа, и про Попову все забыли, вот, и вдруг он возвращается, но я, кстати, регулярно где-то вот у себя там краем уха вспоминал, а чего у нас там с Поповым происходит, вот, куда его там сослали, чего с ним происходит, и вот выяснилось, что, значит, вот, видите, значит, ему шьют теперь эту кражу металла, которого, возможно, он никогда в глаза и не видел. Сергей, что я хочу, так сказать, вот вместе со всеми, сейчас все это обсуждают и осмысливают, вот почему какая-то, скажем так, боевая часть русской армии ни разу не устроила заговор против верховной сволочи, да, ни, так сказать, там, во время войны Второй мировой, ни вот сейчас, вот прошлым летом, когда вы говорите, там же не просто так вот Попов выступал, он думал, что шатается кресло под Шойгу и Герасимову, да, то есть и их, собственно говоря, к этому, ну, подзуживал или воодушевлял тот же самый Пригожин, да, и если, окей, так сказать, допустим, там, Попов боевой, Суровикин, умный, коррупционный, ну, неважно, да, так сказать, тем не менее, вот они, да, так сказать, в принципе, могут как-то сделать заговор. Вот почему этого не получается? Вот прежде чем вы вот что-то ответите, я все-таки кусочек Пригожина-то покажу с тех времен, вот из того знаменитого огромного там куска, где, где боеприпасы, а там же много, так сказать, всяких нюансов, и вот сейчас, конечно, Пригожин смотрится, ну, фантастика, давайте проникнемся. Идите, тв***ь, в дорогих клубах, ваши дети прутся от жизни и снимают на ютюбе ролики. Вы думаете о том, что вы хозяева этой жизни и о том, что вы имеете право распоряжаться их жизнями? Думаете о том, что если у вас есть склады от снарядов, то вы имеете на это право, есть элементарные подсчеты. Если вы даете норму боеприпасов, их в пять раз меньше. Ну, на самом деле, вы знаете, это старая история, вот, но Пригожин, на самом деле, сам в нее и вляпался. Потому что по поводу детей, зажравшихся генералов, которые на ютюбе делают ролики, да у него дочка такая же сидела в Арабских Эмиратах и делала ролики, как она там покупала себе брюлики за пару миллионов, да, и говорила, что, ребята, вот как хорошо я живу, вот у меня там, вот такая, такая у меня там шоппинг такой здесь, значит, то ли в Дубае, то ли еще где-то. Так что, на самом деле, Пригожин, вот все, что он говорил про генералов, это можно прям зеркально к нему предъявить. Просто другое дело, что когда он оказался на фронте со своим Вагнером, вот тогда он попал в зависимости от армии. Вот, и на самом деле это было тоже все просчитываемо, потому что на самом деле его подставили. Путин не должен был посылать вообще с точки зрения геополитики. Путин, когда послал Вагнер на фронт, он признался, что Вагнер работает на Российскую Федерацию. Это было нарушение полностью всего, всего выстроенного механизма защиты Вагнера, когда Путин говорил, мы не знаем, это частная компания, которая за рубежом, в Сирии, в Африке, там занимается своими делами, Россия к ней не имеет никакого отношения. И вдруг он эту частную компанию посылает на фронт, воевает вместе с Российской Армией. Это была большая глупость Путина. А дальше этот самый Пригожин подумал, что из-за того, что он близок к Путину, он же знал, что он кошелек Путина на самом деле с этим Вагнером, что там деньги Российской Федерации, что он распиливал миллиарды Российской Федерации в спайке с ГРУ на самом деле, что все это было под жестким курированием ГРУ. Но он подумал, что поскольку у него особое отношение с Путиным, то вот ему дадут возможность сделать там себе имя, значит, дадут ему больше снарядов, чем обычной армии. А ему, сначала, кстати, ему давали больше снарядов. И даже потом, вот даже когда он ругался, и когда он говорил, что вот там нам дают в пять раз меньше, ему все равно давали больше, чем это было в армии, потому что в армии тоже снарядов не хватало. Но он допустил самую главную вещь, то есть он, грубо говоря, на самом деле, вот это надо было разруливать в кабинетах в Москве. Это нельзя было делать на фронте. Ему надо было сниматься с фронта, уезжать в Москву, стучаться к Путину и говорить, ты чего хочешь от меня? Ты хочешь, чтобы я победил, или чтобы я угробил весь народ? Потому что если ты хочешь, чтобы я угробил весь народ, тогда у меня тех претензий никаких не будет, просто мне надо понять задание. А если ты хочешь, чтобы я победил, тогда мне надо снабжение. А он, значит, пытался дозвониться, его перестали, Путин перестал снимать трубку, потом у него Шойгу и Герасимов отобрали, просто пропускав Министерство обороны, и он пошел на открытый конфликт. Этот открытый конфликт, на самом деле, у него не было никакой перспективы в этом режиме, потому что когда ты в публичную область переносишь конфликт с начальником Генштаба и с министром обороны, надеясь, что тебя там, это самое, президент Российской Федерации, твой личный кореш защитит и так далее, то понятно было, что президент не снимает его трубку, иначе зачем ему надо было выносить этот конфликт. Он до этого разруливал все конфликты административно с помощью телефона. Потому он и вылез в эфир, и, в общем, когда он даже первый раз вылез в эфир, было понятно, что он уже обречен. Вот он уже обречен. Точно так же, как Попов, который вышел в эфир, и несмотря на то, что ему помогли Гурулев вот эту пленку выложить, все равно любой человек изнутри системы, который выходит в публичное поле и выносит ссоры из избы на, так сказать, на внимание общественности, это человек в этой системе обреченный. Вот я нашел одно видео годовалой давности. Это такая показуха в российской армии, тем не менее, да, вот как они в Белгороде за отказ выполнять приказ, вот сейчас нам покажут это, как, значит, типа красиво мы арестовываем солдатиков, зачитываем, мягко говоря, их права, вот сейчас там вызывает командир, раз, честь, ну-ка, там Пупкин, строевым шагом, товарищ командир, по вашему приказанию прибыл, и сейчас придет сотрудник прокуратуры, предъявит ему. Это все вот такое, знаете, кино, как будто в армии действительно все вот так чисто, красиво и прилично. Вот эта вот советская армия, сплошная показуха, я вот ее очень, так сказать, много сам лично в ней участвовал, очень хорошо это понимаю, понимаю, что на самом деле арест происходит совсем по-другому, и то, как арест происходит, мы увидим прямо на последних секундах этого кадра, когда вот, казалось бы, он слушается, он по команде подходит к начальнику, ему представляется какой-то там мент, контрразведка или разведка, хрен знает кто, и, а вот уже бегут, ну-ка, вязать его, крутить, а что его вязать? Крутить, он по команде ходит, смотрите, смотрите, раз, нагнули, повели, сейчас будут его там обыскивать, мочить, да он из строя вышел, он своих командиров слушается, что вы устраиваете, маски шоу, вот это вот нарочито, в этом видео, там есть еще арест пары человек, но они уже подмонтировали, чтобы это не выглядело вот так нарочито, да, когда сначала показуха, что у нас все цивилизовано, а потом тут же тебя крутят, зачем-то голову твою загибают, человек, который не сопротивляется, без оружия, слушается команду, я к чему это сейчас все показал, потому что наверняка вы, Сергей, видели, да, что вот эти генералы, которые в Лефортово сейчас заполняют эти самые камеры, для них закупают супер прослушку и супер новую технику наблюдения, и внутри службы говорят, что это будет Дом-2, то есть они так прикалываются, что у нас теперь там будет вот такое реалити-шоу, нон-стоп, все, прослушка, и о том, что это называется Дом-2, это рассказали Осечкину и его источники, в очередной раз Осечкин показывает свои суперсвязи изнутри системы, я не устану восхищаться Сергеева, понимаете, то есть то, что делает Володя Осечкин, мне кажется, будет иметь настолько стратегическое, вот далеко играющее последствие в светлой России будущего. Да, я с вами согласен, что действительно самый интересный источник сейчас вообще из правоохранительных органов, из армии и из ФСИНа, это Владимир Осечкин, потому что ему действительно сливают огромное количество информации, и самое главное, что я с вами согласен, что именно это на вырост, потому что это доказывает, что среднее и младшее звено в армии и в спецслужбах, оно все не согласно с тем, что делается вообще в Российской Федерации, оно полностью все не согласно, потому что ему бы не сливали бы такое огромное количество компроматов. Досье бы не слили компромат на Белоусова, если бы там все были довольны этим делом. Да, вот мы это чувствуем, мы на самом деле. Другое дело, что вот правильно вы вопрос задаете, а почему, при таком ощущении, что все они не согласны, почему никто из них не устраивает переворот, почему из них никто не делает революцию? Вот, а это очень сложный вопрос, потому что на самом деле это очень сложно придумать. Ну, грубо говоря, революцию не устраивает, потому что у них у всех есть надежда. Потому что я для себя вот давным-давно вывел такую формулу, что революцию делают только люди, которым нечего терять. Вот тем, кому нечего терять, те устраивают революции. А тем, кому еще есть чего терять, вот те революции, те всегда надеются, что вот сейчас придет какой-то, что-то еще вот такое, вот прилетит волшебник в голубом гортолете и бесплатно покажет кино. С днем рождения поздравят и, наверное, оставят мне в подарок 500 эскимо. Вот, и даже тогда, когда они сидят уже там на фронте, вот пока их не запустили в мясной штурм, они все равно надеются, что, а может быть, это все закончится, а может быть, меня не пошлют, а может быть, еще что-то. Ну вот, и Пригожину, ведь посмотрите, 10 месяцев он зрел до своего путча. 10 месяцев. Потому что началось это в сентябре 22-го года. Потом он был уже убежден, потом он начал их материть. В январе 23-го года он потерпел огромное административное поражение, потому что Герасимова назначили тогда начальником этой самой операции. Пригожин пытался, пытался, пытался достучаться до Путина, пытался достучаться до системы, которая разулит это все дело. И вы знаете, вот недавно, кстати, я слушал Аббаса Галямова, который абсолютно правильную вещь сказал, что на самом деле весь Пригожинский мятеж это проблема самой системы. И прежде всего Патрушева. Потому что вот Совет Безопасности, он для того и был и создан, как координирующий орган между силовыми структурами, который должен был разруливать все такие конфликты. Вот если бы Патрушев работал по-настоящему и выполнял бы свою роль разруливателя этих конфликтов, то никакого конфликта между Шойгу и Герасимовым и Пригожином не было бы, или бы он был бы загашен в зародыше, потому что их надо было сразу буквально вызывать всех вместе, устраивать им общую очную ставку. Причем это поначалу, Аббас Галямов сказал, что это Патрушев не разрулил. На самом деле я скажу, что это Путин не разрулил, потому что Патрушев должен был сначала разрулить, а потом доложить Путину и сказать, слушай, у нас тут проблемы целыми днями у всех. Ты должен их всех собрать, и ты должен провилку сделать. Вот у бандитов это делается на самом деле. Когда у бандитов возникает проблема, там устраивают стрелку и устраивают провилку, и там выясняют отношения, кто прав, кто виноват. Если ты виноват, значит, тебя наказывают, если ты прав, то тебя прощают. Вот, ни Патрушев, ни Путин эту свою функцию не сделали. Они не сделали свою функцию арбитров, верховных арбитров, вот. И поэтому все эти конфликты растут. Но, с другой стороны, как я вам говорил, что пока у человека есть надежда, а у всех генералов есть надежда. Вот помните, вы знаете, это замечательная вещь, которую я еще понял в 70-е годы, когда начал читать сам издат. Сам издат про чистки сталинские в армии, да. И как была устроена вся эта штука. Значит, все эти люди, они считали, что с ним произошла ошибка. И им самое главное достучаться до Сталина. Вот если до Сталина достучишься, то он, потому что от него скрывают, что тебя арестовали. Они не понимали, что их арестовали по приказу Сталина. Что Сталин все прекрасно знал, что никого там ничего не освободят, ничего. И плюс одновременно Сталин выстроил, вы знаете, очень интересную систему, вот про которую вы сейчас рассказали с этим отрывочком, как этого парня арестовывали. Потому что вот каждому человеку, который перед нами прошел, ему нельзя ничего предъявить. Потому что, посмотрите, стоит строй. Командир вызывает из строя, командир вызывает из строя своего подчиненного. Вы подчиненный, вас вызывает командир, вы идете, вы ничего не можете сказать. Вы не можете сказать, я не пойду, я больше не подчиненный, все, я вот ухожу отсюда домой и так далее. Или достать свой калаш, который вы спрятали у себя там под этим самым, под бушлатом и всех их расстрелять. Вот его вызвали. Все. Он сказал. А дальше командир отходит и приходит новый человек. Это человек из военной прокуратуры. Это человек из военной прокуратуры, который говорит, у меня против вас есть претензия. Дайте мне ваш воинский билет. Человек ему отдает. Дальше он ему говорит, значит, военная прокуратура приняла решение вас, так сказать, задержать. А дальше приходит военная полиция и задерживает. Причем каждый из них выполняет маленькую свою функцию. Ни к одному исполнителю этой маленькой функции на самом деле ни у кого претензий нет. Вот солдат, чего ему может этому самому человеку из военной прокуратуры предъявить? У того папочка красная, в красной папочке, думаю, бумага какая-то. Вот. Дальше его скрутили вот эти самые военная полиция. Чего скажешь военной полиции? Ей дали приказ арестовать этого солдата. Если бы у него был автомат, он бы начал отстреливаться и перестрелял бы их всех. Ну и погиб бы в итоге. Но вот эта вся система разложена на маленькие составляющие, на такие, где каждый выполняет свою маленькую штуку. Вот солдаты военной полиции, когда, если вот вы, вот вы, допустим, Глеб, военный корреспондент, да, вот вы сейчас их всех остановите и начнете задавать им вопросы. Командиру, значит, какой ты сволочь, командир, значит, что у тебя там происходит? А командир вам скажет, а какой я сволочь? Я никакая не сволочь. Я вызвал солдата, потому что мне военный прокурор сказал, что я должен вызвать этого солдата. Все. Я, ко мне претензий никакой нету. Дальше претензии предъявляйте к военному прокурору. Дальше вы, корреспондент, спрашиваете у военного прокурора, что ж ты сволочь делаешь тут с солдатом, да? А военный прокурор говорит, а чего, какие претензии? У меня папочка красная, в ней постановление там прокурора вышестоящего о том, что этого солдата надо арестовать. Все. Я ему зачитал его права, взял у него военный билет и вызвал военную полицию. Дальше вы идете к военной полиции и спрашиваете, вы чего, ребята, делаете? Крутите, перестроен тут солдата. Они говорят, а к нам какие претензии? Мы военные полиции, мы военнослужащие. Нам сказали приехать туда с воронком, стоять и ждать приказа. Приходит военный прокурор, говорит, взять этого человека. Все, мы его взяли. Ничего, мы его не бьем, мы его не пытаем, ничего, мы его просто обыскали. Вот, ну, поскольку, так сказать, есть некая процедура задержания, то мы эту процедуру соблюли, вот, значит, его, значит, ему наручники надели, посадили в воронок, отвезли в тюрьму. И дальше, вот, во всех этих сталинских рассказах про сталинские чистки, то точно так же дальше продолжается в тюрьме. Дальше вас приводят в тюрьму, там стоит чиновник, которому говорит раздеться догола, да. К нему какие претензии? Вот, если вы будете говорить, какой ты сволочь, ты, это самое, участвуешь в чистках сталинских и так далее. Во-первых, вы ничего не знаете, вы не знаете, что идут какие-то чистки. Вы знаете, что вас просто случайно, по ошибке, вы убеждены, по ошибке доставили в это дело, где каждый винтик, который с вами работает, он выполняет свою техническую функцию винтика. К нему вы, вот лично к этим военным, ни одному вы не можете ничего предъявить. Сергей, вот один момент. Вот я попрошу нам сейчас показать морду вот этого мордатого Шамарина, которого арестовали, потому что морду командира, который этого солдатика перед строем год назад публично, так сказать, сдал прокурорам и этим, нам не покажут. Вот это, мурло, не побоюсь этого слова, этот командир вот этой части, который солдатиков, так сказать, сдал, чтобы его вязали, он как раз и ответственный. И все пацаны, которые стоят в ряд и видят, что его вяжут, они знают, что этот спектакль устроил командир. Потому что в бумажке, которую зачитывает вертухай, который пришел из прокуратуры, как вы говорите, там написано, не выполнил приказ такой-то. Какой приказ не выполнил? Приказ командира. От командира все идет. Я в этой армии служил, и мы внутри знаем, кто сволочь, кто не сволочь. Бывают хорошие командиры, бывают нехорошие командиры. Нехороших больше. Просто потому, что хочешь сделать карьеру, хочешь стать там командиром, раньше получить лычки, ты должен идти по трупам, ты должен доказывать партии и правительству, что ты готов на все, и тебя продвигают вверх. Такова советская система. Я как раз хотел обратить внимание наших зрителей, если кто-то думает, что при советской власти, когда не было капитализма, типа было лучше. Нет, это советская власть, вот этих мордатых. Покажите-ка нам другое. Мурло, которое они сидят втроем, по-моему, все с большого бодуна, наверное, Путина пришли слушать. Вот они. С ним и соседний красавец такой же. Это пипец. Вот я смотрю на эти рожи, вы понимаете? Это они сдают своих солдатиков. Это они перемалывают людей. Это они людоеды. Это их, эта система советская подняла из низов наверх, потому, что они готовы на все идти по трупам, сдавать ближнего своего. У них нет ни ума, ни чести, ни совести, ни какого-то там государственного мышления и так далее. Они вот тотальные исполнители. Поэтому товарищ Сталин, в общем, главное, что он сделал, это поднимал вот эту сволочь. Вы понимаете? А то, что они потом друг на друга талантливо валили, ну так у нас и Чубайс сейчас вот главный обвиняемый. Вы заметили, да? У нас же кто сейчас главный обвиняемый в том, что привел к власти Путина? Чубайс. Ничего, что я перекупил. Ну просто вчера Ходорковский дал интервью Дудю. Три часа. Этот жанр называется допрос. Вы понимаете? То есть Дудь Ходорковского пытал просто вот как какой-то вот молодой капитан следователь из прокуратуры. Вот генерала пытает. Причем такого генерала Ивана Попова, который прошел огонь в воду медные трубы. Вот Ходорковский это как раз такой генерал, который все это прошел. А Дудь, товарищ капитан, говорит, а ну-ка, почему вы были заельцены в 91-м году? Он же коррупционер, он же квартирку взял. А в 93-м году? Вы понимаете? И бедный Ходорковский, стараясь как бы не терять самообладание, очень всем советовал посмотреть, жесть, ребята, но Ходорковский там на высоте. Ничего, что я в сторону от темы, но это имеет отношение, понимаете, это сейчас вот в оппозиции, на острие как бы борьбы. На одной стороне Мария Певчих и примкнувший к ней Дудь, на другой стороне вот видите, так сказать, Ходорковский, который настолько в теме, там столько деталей, война в Чечне как начиналась, боже мой. Вы не смотрели, Сергей, нет? Слишком большое интервью, я еще ее не смотрел, действительно, трехчасовой, у меня еще времени не было, но я уже слышал много-много всяких вот рассказов подобных вашему об этом интервью, у меня такое впечатление, что я его уже посмотрел, потому что уже подробно очень все это дело слушал. Меня даже спрашивали про это дело, ну потому что Ходорковский сказал, что Украина уже проиграла войну там и так далее, да, и меня, значит, украинские друзья спрашивали, как Ходорковский может такие вещи заявлять. У меня по этому поводу, я бы высказывал отношения, это давнишнее мое отношение, независимо от того, что там он рассказал в своем интервью, что у меня было впечатление всегда, что Ходорковский такой немножко идеалистический человек и одновременно с холодным умом, то есть вот он все раскладывает там, анализирует и так далее, но он, по-моему, не понимает абсолютно систему, как работает система, которая уничтожает людей, в частности, путинская, да, потому что он вот как рыцарь белый пошел с открытым забралом на Путина, надеясь, я не знаю, на что он надеялся, на то, что Путин начнет с ним, там поймет все это дело, вникнет в его вопросы, и вот у меня тогда создало впечатление, что он тогда уже совершенно не понимал, как устроена жизнь, да, что ему, даже если он хотел бороться, ему надо было бороться хитро, а не идти с открытым забралом, потому что дальше его посадили, вот, посадка, это естественно, я говорю, что это абсолютно незаконная, абсолютно жестокая мера пресечения, и в этом смысле к Ходорковскому нет никаких прецензий, наоборот, он является жертвой все равно этого самого путинского режима, вот, но, опять же, я говорю, что если бы он допустил, что Путин может не соблюдать права человека, что нет никакой судебной системы при Путине, вот, вы знаете, я это понял в 2000 году, когда бодался с этой системой за свой диплом, и в 2001 году я оттуда просто сделал ноги, потому что я понял, как устроена эта система, что с ней бы абсолютно бессмысленно бодаться, то есть, с ней бессмысленно бодаться по ее правилам, вы знаете, это было возможно при Ельцине, при Ельцине это было возможно, и вот тогда еще вы могли еще там в суд какой-то ходить, то есть, грубо говоря, вы могли потерять суд, но вас не посадили, вы не убили, а вот при Путине уже все, уже даже в суды никакие не надо было уже ходить, и это я понял очень быстро, и очень быстро слинял оттуда, вот, и очень счастлив, кстати, что такой я умный был, вот, и слинял, вместо того, чтобы продолжать бодаться с этой системой. Да, это очень мудро, я вот только два года, третий, как пошел у меня, когда я в эмиграции, чувствую себя дураком, Сергей, да, долго я там маялся, дома какие-то строил, такой ерундой занимался, ну ладно, не будем, сейчас очень важная новость, похороны президента Ирана, и вот на этих похоронах приезжал лидер Хамас, и вот они сидели, вот давайте посмотрим сначала, значит, главное лицо, конечно, это не тот, кого хоронят, а духовный лидер, видите, Айтала Хаминеи, это главный, так сказать, духовный лидер и реальная власть в Иране, да, и вот к нему, вот он, значит, на похоронах, и, значит, огромное количество людей, видите, все маршируют по улицам, сказано, так сказать, в титрах к этому видео, и дальше, так сказать, мы сейчас увидим, как к нему, к духовному лидеру Ирана приложится, придет, так сказать, с большим поклоном, видите, лидер Хамаса, вот он он, вот они, рады друг друга видеть, родные люди, Исмаил Хания, ну, его называют политическим лидером, да, Хамаса, но в целом, и все это, вы понимаете, особо звучит после того, как, так сказать, Норвегия, а вслед за ними, кажется, сейчас уже Испания и Ирландия будут признавать несуществующее государство Палестина, государства еще нет, кого они хотят во главе видеть Палестины, может быть, вот этого Ханию, который сейчас обнимается, а этот уже не может быть. И вот с этим интересная новость тоже, наверняка вы обратили внимание, что такое ощущение, что его вертолет угробил Камикадзе. Это прям прозвучало позавчера, и потом, я смотрю, как-то эту тему стали подметать, заметать, так сказать, под пол, потому что такое впечатление, что очень взрывоопасная тема, что это родственник одного из погибших в 2019 году во время очередных массовых митингов в Иране, родственник одного из них оказался бортинженером на этом вертолете и просто отключил, видимо, это система навигации, а там туман был адский, совершенно чудовищный. И вот я прям специально приготовил даже видео, а нет, сначала у нас есть фоточка погибшего парня, который был застрелен в 2019 году, его зовут Поя Бахтияри. Я почему именно фотографию показывал, не только эту, но и фотографию, где есть страничка в Википедии, кто это такой, видите, где он погиб, то-се. Но это я через Яндекс нашел его. Но если мы в Google, в поисковой строке, забиваем его имя, во всех возможных версиях, как это пишется, по-русски, по-английски, такой спеллинг, другой, третий, пятый, нету, нету его вообще. И я сижу и недоумеваю, Google, что такое? Google, вы зачем подыгрываете, так сказать, иранскому режиму? Вот я в недоумении, Сергей. Ну, здесь у нас много вопросов, сразу вы задали, да? Поэтому давайте, давайте будем пытаться разбираться. Значит, во-первых, по поводу вертолета. Нет, не факт, что там был какой-то сильный туман, потому что два остальных вертолета, которые летели оттуда же, туда же, одновременно, долетели совершенно спокойно, без всякого тумана, и при том же тумане, или при той же погоде, и так далее. Они все летели группой, и потом просто один из них почему-то отстал и упал. Вот, поэтому я считаю, что на самом деле иранцы сами получили себе божью кару, потому что они же считают, что американские Соединенные Штаты это порождение дьявола, значит, это жуткие совершенно нехристи, и почему-то президент Ирана летает на американском вертолете Белл-212. Вот нахрена тебе летать на вертолете Белл-212, 12 американском, если американцы, это порождение дьявола. Вот дьявол тебя и покарал. Тебя не Аллах покарал, тебя дьявол покарал. Не надо было летать на американском вертолете, не упал бы. Вот летал бы на иранском вертолете, кстати, Аллах тебе помог сделать иранский вертолет? Не помог, нет у них вертолетов своих собственных. Значит, либо летай на американском, либо летай на российском. А российские, я не знаю, вот занимаетесь вы каким-нибудь там отслеживанием авиационных вещей, Я отслеживаю катастрофы авиационные. Вы знаете, что самый падающий самолет в мире – это Ми-8, Ми-6, Ми-17. Вот они падают десятками за все страны. Причем, опять же, вот вы про Википедию говорили. Значит, в Википедии была такая страничка катастрофы с самолетом Ми-8 или что-то в этом роде. Так вот, там статистика остановилась в Википедии на 2013 году. Вот до 2013 года там катастрофы по десятку, по два десятка в год в разных странах везде они падают. В России, в Иране, везде вот, куда их экспортировали, они везде падают. А после 2013 года Википедия перестала вести, и то есть там красные странички, 14, 15, 16, 17. И даже на 24-й даже не создали страничку, чтобы показать, что она должна там быть. Вот, то есть в этом смысле и вообще, я отслеживаю эту статистику, я знаю, что по статистике авиационной падает две вещи. Вот чаще всего вертолеты, первое, это падают. И второе, это маленькие самолетчики падают. Туристические самолетчики, там вот двуместные, четырехместные, вот они очень часто падают. И причем независимо от страны, независимо от производителя, это падает и в Штатах, и там вот миллиардеры, которые любят летать на вертолетах, миллиардеры, которые любят сами управлять самолетами маленькими, они все регулярно, даже большие люди, с большими деньгами, у которых все нормально с запчастями, не как в Иране. Они там под санкциями находятся, это естественно вертолет этот не обслуживался. И какой-то там, значит, иранский деятель, там вчера или позавчера говорил, вот, американцы виноваты, они нас под санкциями держат, и типа вертолеты не обслуживают. Конечно, не обслуживают. Какие проблемы? У тебя сомнения какие-то были, что тебе не дают запчасти? Вот, так что в этом смысле здесь много всего. А дальше, вот, конечно, уже теория заговора, потому что дальше и то, что вы сказали, это может быть и бортмеханик, который просто хотел отомстить за своего родственника. Это могут быть израильтяне, это могут быть американцы, это может быть Путин, это может быть украинская разведка, кто угодно может. Давайте посмотрим видео, как, по-моему, оно с турецкого канала, а может быть и нет. Нет, наверное, я брал откуда-нибудь Guardian или там BBC. Значит, это министр. Во-первых, там виден сразу туман. Я утром видел этот туман на всех видео, а я, ну, как только открылось, как только новость это прозвучала, вот все спасатели работали в тумане. Начало развеиваться, ну, где-то вот, так сказать, ну, не с самого утра раннего, да, ночью вообще было невозможно. Ну, да ладно, бог с ним. И вот, видите, поисковая спасательная группа турецкая говорит, что, ну, удивительная система, транспортер полностью отключен. Да как же так? Как это может быть? Наверное, вы сейчас скажете, что, ну, раз об этом говорят турки, да, которые, в общем-то, так сказать, не самые большие друзья Ирана, прямо скажем, да, суниты и шииты. И, кстати, турки, вот министр транспорта Турции, который как раз и рассказывает, что, ну, это совершенно шокирующие детали, вот подпись внизу, да, о том, что, так сказать, и, кстати, Турция запускала туда новейший свой беспилотник, самый большой, Аким же, по-моему, он называется, это тот, который еще в Украине и воюет. Его буквально Эрдоган год назад презентовал перед своими выборами, и вот этот беспилотник летал в Иран, кружил над горами, нашел это место и вернулся, это потрясающе, то есть для Турции это сейчас демонстрация своей крутизны, своей технологической продвинутости, но, между делом, вот такой вот, я бы сказал, ну, прям плевок в Иран. Ну, там отдельная история, конечно, потому что, вы знаете, соседние страны, они исходили из, как бы, гуманитарных целей, и поэтому не Турция, хотя, действительно, я с вами согласен, у них там претензии есть друг к дружке, она предоставила этот беспилотник, вот, действительно, там был туман, но туман был вот четко совершен тогда, когда искали, то есть тогда, когда он летел, неизвестно, а вот когда искали, уже там действительно четко был туман, и плюс ночь там, то есть было очень сложно все найти, вот, а вы знаете, с этим беспилотником, там же анекдот произошел, причем очень интересный, потому что он сначала кружил, нашел это тело, а потом он полетел обратно к себе в Турцию, и он прилетел, значит, над отвоемным у армян озером, и нарисовал своей, значит, траекторией полумесяц турецкий, который нарисован со звездочкой на флаге Турции, то есть он показал, как он... Сергей, я прошу прощения, я просто скажу, что я это сказал в понедельник и показал это видео Сергею Асланяну, и я ждал такого взрыва, ну вы понимаете, да, журналист, и Сергей так философски отреагировал, спокойно, тихо, мне очень понравилось, просто гениально совершенно, прям мудрость, так сказать, хоть и мой брат журналист, а вот, падиш ты, кажется, я вылетел из эфира, у меня такое ощущение, но могу ошибаться, а, все нормально, ну отлично, у меня просто исчезло, вот, картинка у меня появилась, да-да-да, вы знаете, я понимаю этот привет турецкий, да, это, в общем, мне кажется, внутренне, вот, над озером Ван, там же гора Арарат, и вот что рисует турецкий беспилотник, ну, согласитесь, да, он крутой, он сделал беспилотник, и сделал его, не просто зять Эрдогана, я не устану повторять, а студент, который из частной компании, его отец, делал какие-то тут газонокосилки, что ли, ну, не газоны, а там сенокосилки, отправил его учиться в Америку в Массачусетский технологический институт, там у него была специальность беспилотники, его бы уже Пентагон взял бы сразу у выпускника на зарплату 150 тысяч долларов в год, а он вернулся в Турцию и стал делать в Турции, вы понимаете, почему-то вот я, ну, казалось бы, армяне, христиане, наши братья, ну, не сделали ничего подобного армяне, да, ну, вот факт, да, и турки могут, да, этим гордиться, ничего не подпишешь, да, но я просто еще покажу сейчас вот отца Пу и Бахтияра для тех, кто все-таки интересуется, да как же так, за что мстить, дело вот в чем, когда в 19-м году убили этого пацана, то, видите, его отец сидит с фотографией этого 19-летнего пацана на руках, а это я не знаю, кто у него, внук, наверное, на руках, так вот этого отца недавно арестовали, и его, и мать, первый раз их арестовали в 19-м году, когда они отказались хранить, так сказать, без лишнего шума и помпы, да, то есть в Иране режим, но надо отдать должное людям, которые борются, да, я понимаю, что это северный Иран, это, скажем так, называется восточный Азербайджан, то есть это территория азербайджанская, я думаю, что он по национальности азербайджанец, и, вероятно, это такая мощная сила внутри Ирана, которая, ну вот, все никак не взорвет эту страну волшебную, ну да ладно, нет, мы всем желаем мира, то-се, вот, поэтому это вот я просто хотел штрешком, я знаю, что у вас сразу эфир, поэтому я, у нас осталось с вами совсем мало времени, буквально 10 минут, и я очень хотел вас про Францию поспрашивать, там сегодня же прозвучала новость, что Франция испытала какую-то суперракету ASMLA, да, и я вот даже нашел видео, как, так сказать, эту ракету подвешивают к суперсамолету, но это видео не этого теста, который сейчас, и она, по-моему, может нести ядерную боеголовку, и об этом сообщила Минобороны Франции, вот его, значит, подвешивают, и потом, так сказать, он там взлетает, вот что за суперракета, и, ну, честно сказать, а кто-нибудь испугается Францию, что Франция что, Путину ответит ядерным ударом, если вдруг Путин, так сказать, решится, как он угрожает ударить, так сказать, на нервной почве по Европе? Вы знаете, будете смеяться, но это ответ Франции именно Путину, и это ответ Франции на его ядерные испытания, которые, вот, там, маневры, которые он устроил сначала в Южном федеральном округе, и потом там еще в Беларуси тоже там с Лукашенко, и, значит, они пытались это все дело сделать, вот, мы вчера, кстати, на французском телевидении все это дело рассматривали, мы смеялись, кстати, над путинским режимом, потому что они сообщили об этих маневрах, так что там произведены учения по использованию, так сказать, ядерных боеголовок тактических, а также по скрытому выдвижению, и такие колонны, значит, днем по 10 машин, значит, и показано по центральному телевидению, это скрытое выдвижение, очень громко я вчера смеялся на французском телевидении, оттоптались мы по полной на этом самом деле, это, конечно, ответ Французов, потому что там, значит, я вам скажу, вы немножко с сомнением каким-то рассказали, это действительно крылатая ракета, которая способна нести ядерный заряд, у французов есть два вида ядерных боеприпасов, у них нет триады, вот так, как у россиян, у них нет шахтных теперь межбаллистических ракет шахтного базирования или мобильного базирования, вот то, что там у россиян есть, там тополь, яжь там и так далее, вот, у них есть четыре подводные лодки с ядерными, межконтинентальными баллистическими ракетами, это их первая составляющая, главная, стратегическая, и у них есть вот это вот на аэрофалях, значит, крылатые ракеты, которые способны лететь километров на 500 и которые несут ядерную боеголовку, и они сделали, они, эта ракета модернизированная, это учение на самом деле было запланировано задолго, потому что на самом деле, вы знаете, вот сейчас просто все рассказывают про эти ядерные штуки, на самом деле все страны занимаются усовершенствованием своего ядерного потенциала, усовершенствованием, заменой ракет, там, у американцев рассказали, что у них новая ядерная бомба, значит, БР-61, там, чего-то там с индексом каким-то появилось, китайцы сделали новых 50 боеголовок за последние два года и так далее, и французы просто показали, что они заботятся о своем ядерном потенциале, что он у них рабочий, и что вот эта гиперзвуковая, нет, не гиперзвуковая, суперзвуковая, сверхзвуковая крылатая ракета, она, значит, была усовершенствована, и проведено было ее штатное первое испытание в полном боевом режиме за исключением одной штуки, значит, она полностью, то есть бомбардировщик взлетел, были имитированы, были удары по нему, защита ПВО, чтобы он долетел туда, куда он должен был долететь, вот, а дальше он все сбросил, она куда нужно прилетела, единственное, что они сразу сказали, что никакой боевой части ядерной на ракете не было, то есть это были такие стендовые испытания, первый раз, но в натуральную величину, не на стенде на самом деле, а это испытание, летное испытание, то, что называется, вот, и это, конечно же, был ответ прямой, потому что было коммунике Министерства вооруженных сил Франции, который, сказал, у Франции есть силы, Франция постоянно занимается их модернизацией, Франция провела удачные испытания и все рассказали, и это, конечно, был ответ, значит, Макрона Путину. Сергей, я буду с вами прощаться, и сейчас вы исчезнете на фоне видео, где Макрон прилетел в Новую Калейдонию, я дальше сам зрителям расскажу про Новую Калейдонию и про соседний Сингапур, вы мне только скажите, это он в рамках избирательной кампании прилетел? Вы знаете, конечно, это в рамках избирательной кампании, но на самом деле там очень сложная ситуация, в двух словах буквально, прежде чем я с вами попрощаюсь, и надо отдать должное, вы знаете, Макрону можно предъявлять какие угодно обвинения, что он много говорит, мало делает и так далее, но ему нельзя предъявить одного вещи, у которой нет совершенно у Путина. Макрон абсолютно не боится лично летать туда, где очень жарко, и вот прямо выходить к людям, вот реально, которые там жгут, которые убивают, которые, я не знаю, громят что-то, вот он совершенно не боится прямо выходить и с ними напрямую разговаривать. И вот в этом катастрофическое его отличие от Путина.